Что здесь происходит? А ну пустите нас, немедленно! Дорога закрыта на ремонт. Вы можете поехать по обводной трассе. Никуда я не поеду! Я по этой дороге всю жизнь катаюсь, и ни разу такого не было! Вот-вот. Кто вы такие? И какое право вы имеете перекрывать дорогу? Я буду жаловаться. Извините, но сегодня сюда путь закрыт. Предупреждать нужно так он заранее. Юго-Запад, 566. Гражданские не хотят уезжать. Ждут приказы. Скинули, прием! Сотрите им память и отправьте куда подальше. Поступайте так с каждым, кто будет мешать. Поспуним, нет связи. Вот и все. Сектор с объектом оцеплен. Великан от нас никуда не денется. Алиса ведь не давала разрешения, чтобы мы оцепили целый район. Мы столько агентов отвлекли от работы. Алиса была бы только рада. Мы ведь помогаем Неверу выполнить его задание. А что я сюда приеду в госслужбы? Как мы это объясним? В верхушке есть человек из Эпсилона. Он приказал никому сюда не соваться. Значит, теперь Невер в ловушке. Ты прав, Картер. А если мы успеем первым уничтожить великана, то Невера точно уводит. Я хочу, чтобы он своими глазами видел, как мы расправляемся с великаном. Монстр может быть сколь угодно добрым и мирным существом. Однако ему не место в нашем мире. Сегодня мы уничтожим великана. Так, Джек, сиди дома. Я съезжу в дом с призраком. Может быть, Лера сейчас там? Ну, хорошо. Только будь осторожен. В прошлый раз сам знаешь, как это закончилось. Хочешь, поехали со мной? Э, не. Я, пожалуй, дома останусь. Ну и сиди. Я скоро вернусь. Так, так, так. Я один дома. А это значит, что мне никто не помешает заняться моими темными делишками. Ну что, понеслась. Где мой любимый сервер по мини-играм? О, Кристалликс, мать его. Даже Джек играет на Кристалликсе. Это совсем не удивительно, ведь Кристалликс это топ-1 сервер по мини-играм. На нем есть все известные игры выживания. От Бэд Варса и Скай Варса до Скай Блока, Скай Грид и Анархии. Но помимо обычных игр, есть и уйма уникальных. Например, совсем недавно был релиз нового РПГ режима Infinity Fantasy, в который я залип очень надолго. Здесь нужно проходить различные квесты, прокачивать броню и оружие, чтобы убивать монстров, апать уровень и быть самым крутым на сервере. Играй с друзьями, прямо как я. Ну и еще один из свежих режимов One Punch Man. Здесь нужно прокачивать силу, чтобы пробивать стены и забирать ключи, а ключами ты будешь открывать новые уровни. Прокачивай свою перчатку, тренируйся, становись мощнее и покажи свой самый сильный удар в Майнкрафте. Также на сервере очень крутое оформление, с топовыми менюшками и прочим. Заходи на сервер, тем более, что на него может зайти абсолютно каждый, ведь вам нужно просто зарегистрироваться по моей ссылке в описании и скачать лаунчер. Ну а если у вас нет ПК, то вы можете играть в Кристалликс даже на телефоне. Бедрок версии IP будет в описании, увидимся на сервере. Че грустишь, чертилы? Я же говорил, Антоха тебе в обиду не даст. Он мужик мировой, все разрулит. Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни. Но и страха во мне тоже нет. А, умничий же значит опять, Роберт. Вот построим тебе большую библиотеку, будешь сидеть там и книжки свои читать, понял? Если этому суждено быть, значит это произойдет. Ты ведь, чертилы, и мне помог, и Антошке. Теперь наша очередь тебе помогать, ну че ты? Разве я что-то сделал для вас? А как же? Ты меняешь мир вокруг себя в лучшую сторону. Я тебе точно говорю, я тебе зуб даю. Я лишь направил вас и показал путь. Но мои слова были бы пустым звуком без вашей решимости. Да ты недооцениваешь себя, чертила. Про внука своего недавно говорил, помнишь? Да все, вылечат его скоро. Нет такой проблемы, которую ты не смог бы решить, помнишь? Да помню, конечно. И теперь знаю, что ты прав. Так что не вешай нос, Роберт. Мы с Антохой разберемся. Эти клоуны в пиджаках до тебя не доберутся. Такова моя печальная участь. И я к этому готов. Но пока мое время не пришло, будь рядом, друг. Конечно, я буду с тобой, чертил. Но че-то ты рановато себя хоронишь. Совсем скоро все встанет на свои места. Илья, ты мне срочно нужен. Оба-на. Девер, собственная персона. Где... где Илья? У нас новое задание. А он Лерочку свою ищет. Как? Она опять пропала? У нее, видимо, фейтиш такой. Раз в полгода пропадать. Так, с этим мы тоже разберемся, но потом. Дозвонись до Ильи, он от меня трубку не берет. Так, может, и похер на него. Давай я тебе с заданием помогу. Че случилось? Ну, наконец-то. Илья, поехали со мной, у нас задание. Я никуда не поеду. У меня проблемы с Лерой. Ты был в том доме с призраками? Я нашел ее. Просто мы серьезно поссорились. Так, я тебе помогу с Лерой, но сначала разберемся с заданием. Договорились? Да я не соображаю вообще. Какие задания? А я что? Для вас какая-то шутка. Алло, блин. Поехали, Ильюх. Мне нужна твоя помощь. Один я не справлюсь. Ладно. Но потом ты поможешь мне помириться с Лерой. Да, конечно, я помогу. Погнали, по дороге объясню, что происходит. Так какого хрена вы меня не замечаете? Я тоже хочу на задание. Джек, сиди дома. Вдруг Лера придет. Ну, спасибо, ё-моё. Эй, стой, стой! Куда? Вы какого чёрта под колёса ледите, Скиннер, Картер? Невер, ты всё-таки решил разобраться с монстром. Мы здесь, чтобы помочь тебе. Что вы здесь устроили? Я не дал приказа цеплять район. И вас, Скиннер, здесь быть не должно, сам справлюсь. Справишься? Со своим дохленьким напарником? Не смеши, Невер. Да вы охренели. Ты что несёшь, урод? Или я не надо. Я тебе сейчас ещё пару зубов выбью, и реверс больше не поможет. Всю жизнь будешь так ходить. А твой напарник такой же тупой, как и ты, Невер. Не удивительно, что вы работаете вместе. Откуда они такие борзые взялись? Обо всём этом знает Алиса? А что, ты хочешь ей поплакаться и рассказать, как тебя обидели? Ты проиграл, Невер. Агент прежде всего должен быть сильным. Мы не думаем о своих чувствах. Мы просто делаем дело. Есть приказ, значит нужно его выполнить. Любыми способами. Учись что ли нас вздумал, сопляк? Я даю приказ, чтобы вы убирались нахрен и не мешали мне. Вопросы есть, агенты? Уберите этих двоих. Тебе пора на покой, Невер. У тебя смелости не хватит убить великана. Он ведь такой добрый и хороший, да? Уберите этих клоунов отсюда. И не пускайте больше. Даже если ты сможешь устранить объект, Невер, ты уже не тот агент, которым был раньше. Что я пропустил? С чего они решили, что могут так с тобой разговаривать? Они уже получили по заслугам. Просто хотят отомстить. Все, отпусти меня. Мы остаемся. Операция продолжается. Если Невер не справится сам, начнем зачистку. Знаешь, друг, так получилось, что мне совсем некому передать эту книгу с записями, кроме тебя. Это чё, чертил? Дневник свой идёшь, что ли? Это не дневник. Это зеркало моей души. Да, Роберт, ё-моё, да хорош ты с жизнью прощаться. Погоди ты немного. Возьми его, но не открывай, пока буря не стихнет. Я начал вести записи с тех пор, как попал в ваш мир. Ладно, заберу. Только, чтобы тебе потом её передать, понял? И будь уверен, мне не придётся её открывать. Спасибо тебе, друг. Не пугайся и не заставай реверс, Илья. Антоха вернулся, а этого шпендика зачем с собой прихватил? Чё, может ты ему ещё экскурсию тут устроишь? Спокойно, Данилыч, это мой напарник. Знакомься, Роберт, это Илья. Добро пожаловать, Илья. Это он здоровается со мной. Господи, какой же он огромный. Вообще-то Роберт тебя слышит. И хватит его назвать огромным, у него комплексы появятся, ей-богу. Простите, я просто удивлён встрече с вами. Присаживайтесь у костра. Здесь холодно. С чем вы пожаловали ко мне, друзья? Я хотел познакомить вас с Ильей. Он должен лично знать, кого нам предстоит защищать. Так чё, Антоха, у вас есть план? Пока что нет, но мы что-нибудь придумаем. Агенты уже окружили весь лес, Роберт. Тебе лучше не выходить из пещеры. Я не собираюсь навредить вашим агентам. Да вот только они хотят навредить тебе. Так это, а чё вы сидите тогда? Антоха, отдай приказ этим, чтоб клоуны разбежались кабанчикам. Они уже не разбегутся отсюда без крови. Не волнуйтесь, мы их остановим. Это в наших силах. Так, Шпендика, давай-ка, блин, зубы не заговаривай мне. Антоха сказал, что агенты просто так не уйдут. Не жертвуйте собой, друзья. Я не хочу, чтобы вы пострадали по моей вине. Как это не жертвовать? Жертвуйте! Роберта нужно спасти любой ценой... Я не знаю, ценой Шпендика. Эй, вы что, серьёзно? Всем агентам занять позицию. Готовность 60 минут. Приём. Нам пора, Роберт. Я буду вас помнить. Да не дрей в чертилы, ну чё ты? То, что произойдёт, рано или поздно должно было случиться. Я готов ко всему. Не волнуйтесь, друзья. Да ладно, мы ещё будем вспоминать этот день с улыбкой, Роберт. Тучи сгущаются. Невер, ты в порядке? Я бы тоже не смог убить Роберта. Всё, что говорили другие агенты, чушь. Ты тот самый настоящий агент. Тот самый Невер, которого я всегда знал. Будьте здесь. Я сейчас вернусь. Нужно кое-что сказать Роберту. Антоха, тебя знать стоит. Этот чертил помог тебе пережить тяжёлый этап. Словами Роберта я вернул тебя к жизни. И ты должен быть ему благодарен. Ладно. Пойдём. У нас мало времени. Сиди здесь, дед Данил. Если тебя... Ещё как по шапке так. Ты хватишь щегол, блин. Я не дед тебя, понял? Понял я. Послушай, Данилыч, если тебя увидят агенты, то, скорее всего, заберут и сотрут память. Так что лишний раз не высовывайся. А вы чё делать будете? Двоём против этой армии клоунов пойдёте? Мы поедем в штаб и будем просить, чтобы операцию отменили. Невер, у нас ведь всё получится. Алиса мне чётко дала понять, что Роберта нужно устранить. А может, стоит ей рассказать о проделках Скиннера и Картера? Почему ты ей сразу вообще не сказал? Скиннер и Картер правы. Я должен выполнить приказ, несмотря на чувства. И как ты будешь жить с этим? Как мы жить будем с этим после того, что ты сделаешь? В конце тебе, Данилыч, всё равно сотрут память. У нас такие правила. А что с меня, я храню тайны куда страшнее этой. Ты не нужна, Антоха. Я ведь точно знаю, что у тебя план есть какой-то. Ты же что-то придумал, да ведь? На этот раз у меня нет плана. Антоха, ну как же так? Ты же не позволишь им так поступить с Робертом, не? Меня никто не послушает. Они уже всё решили. Ну вы же такие крутые спецагенты с навороченными пушками, гаджетами. Разве у вас нет какой-то штуки, чтобы там, я не знаю, уменьшить великан или, блядь, незаметно спрятать? На этот раз ничего нет. Да нет же. Нужно попробовать договориться с Алисой. Внимание, начинаем наступление. Готовность 5 минут. Приём. Невер, поехали, быстрее. Слушай, малой, надеяться мне больше не на кого. Пожалуйста, сделай всё, что сможешь. Я постараюсь. Невер, ну садись за руль, ну же. Группа захвата начинает выдвигаться к пещере с разных концов леса. По машинам выезжаем. Картер, тормози его. Эй, 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 стоять, тормози, ну же. Уйди с дороги, Картер. Ты не можешь уехать со своего задания. Невер. Тогда я отменяю штурм. Невер, как же ты не понимаешь? Мы сейчас делаем всю работу за тебя. Ты не можешь уехать. Ты должен быть здесь. Я сказал, что операция отменяется. Мы едем в Эпсилон. Штурм нельзя отменить. Агенты уже выехали к пещере. Да что, мать твою, здесь происходит? Вы должны подчиняться мне. Невер, пойми, мы лишь честно выполняем свою работу. Мы винтики в этой системе. Но если винтик плохо работает, то его пора выкинуть. Понимаешь? Докажи нам, что ты не сломался. Хорошо. Нео, езжай в Эпсилон, и я поеду с ними. Невер, но ты собираешься убить Роберта? Роберта? Да они ему еще имя выдумали. Нео, сделай все, что сможешь. У нас мало времени. Хорошо, я все сделаю. Приятно работать под руководством такого именитого агента. Выдвигаемся. Вперед, вверед, дружи! Мы не должны упустить объект! Где поддержка с воздуха? Прием. Вертолет будет на месте через две минуты. Прием. Зачем вы привели столько агентов? С этим объектом и ребенок справятся. Мы действуем по протоколу. Ты же знаешь, нельзя допустить, чтобы объект навредил агентам. А уж тем более гражданским. Да, вы и сами гражданским готовы навредить. Агент Невер, я так понимаю, объект находится в пещере? Да, так и есть. Скиннер, начинаем! Начинаем штурм, действуем по плану, работаем! Быстрее, быстрее! Скиннер, где объект? Группа 1, рассредоточьтесь по пещере и обследуйте здесь все. Группа 2, займите позиции. Невер, это твоих рук дело. Куда ты дел, великана? Я был с вами все это время. Объект был здесь совсем недавно. Это видно по следам. Внимание, объект покинул свое расположение. Всем группам захвата прочистить лес. Великану объект сбежать не мог. Нам нужна поддержка с воздуха. Прием! Так точно, работаем. Прием. Послушай, Невер, монстр далеко не уйдет. Ты это знаешь. Его совсем скоро обнаружат с воздуха. А не из-за тебя ли, Невер, вертолет куда-то улетел? Это ты все устроил? Хочешь спасти своего Роберта? Если бы я хотел спасти объект, то в первую очередь выгнал бы вас нахрен отсюда. Ты просто тянешь время, так? Это очень глупо. Смирись. Внимание, вижу объект. Он хочет спрятаться в ангаре на севере леса. Прием. Вот видишь, Невер, тебе все-таки придется его уничтожить. Парни, выдвигаемся. За мной! За мной! Чертилось, что ж ты делаешь? Внимание! Не подходите к ангару! Это приказ! Мы будем вынуждены применить силу! Э, клоуны, да пошли вы нахер! Объект может быть опасен. Не заходите в ангар. Роберт, ты какого черта здесь делаешь? Ты зачем пришел? Тебе надо бежать. Ты забыл книгу, друг. Я лишь хотел тебе передать ее. Да бог с ней, с этой книжкой. Не сдавайся. Почему ты спрятался здесь? Ну выходи, расхерачь этих сопляков и беги. В чем проблема? Ты же сможешь. Я не хочу навредить этим людям. Я не хочу никому причинить зла. Да они же убьют тебя сейчас. Ты же знаешь, что они это сделают. Знаю. На самом деле я пришел к тебе не только из-за книги. иначе всем гражданским немедленно выйти из ангара. Мы начинаем штурм. Это последнее предупреждение. Я лишь хотел поблагодарить тебя за то, что ты сделал, друг. За тот короткий промежуток времени, когда я почувствовал себя живым существом. Это что ж ты, е-мое, Роберт? Я не знаю, возьми меня к свою гигантскую лапу и побежали прочь отсюда. Давай же! Мы с тобой подружились здесь. И здесь же наша дружба закончится. Да что за херня? Я не хочу, чтобы все закончилось именно так. Ну, бля, елки-палки, ну возьми себя в руки. Выйди и покажи им всем. Все уже решено, друг. Все уже решено. И на этом все. На этом все. Расследоточиться на позиции. Дуба-2, возьмите англера в окружении. Гражданские, не стреляйте, не стреляйте. Сватить его быстро. Антоха, ну что ты творишь? Ну ты должен помочь. Ну как же так-то, е-мое, бля. Уведите его. Он не должен ничего видеть. Нет, я тебе ни хера не прочу, Антоха. Я с этим жить еще, понял? Вперед, Невер. Начинай штурм. На тебя все смотрят. Назад, всем назад. Держи руки подняты, не опускай их. Если ты меня понял, тем не головой. Медленно опустись на колени. Я понимаю вас. Я не причиню вам зла. Медленно опустись на колени. Без резких движений. Прости, Роберт. Я сделал все, что смог. Стреляй в него, Невер, давай. Ну чего же ты медлишь? Сделай это, друг. Я готов. Я... Я не хочу быть твоим палачом. Тебя же уволят, Невер. Докажи, что ты достоин быть агентом. Хватит с вас. Ах вы сволочи, хватит его мучать. Да вы, изверги, ничего он плохого вам не сделал. Добей его, Невер. Ты же видишь, он мучается. Он будет вести себя непредсказуемо. Это монстр. Так давай закончим с ним прямо сейчас. Прошу тебя. Невер, прием. Я знаю, как спасти великана. Не надо убивать его. Я рядом, дождись меня. Стреляй. Не слушай его. Какого черта ты творишь? Зачем ты его реверсировал? Ты должен был уничтожить монстра. Ты уволен, Невер. Это конец. Не тебе здесь решать, кто уволен. Ты показал всем, что не достоин служить Эпсилону. Я разберусь с великаном сам. Только попробуй, Скейнер. Попробуешь остановить меня? Да кто ты вообще такой? Скейнер, я приказываю вам остановиться. Отмена операции. Повторяю. Отмена операции. Прием. Так точно. Отмена операции. Отмена операции. Агенты. Опустить реверсы. Немедленно. Ха. Что теперь? Кто проиграл, а Скейнер? Что ты собираешься сделать с этим великаном? Он так и будет жить в пещере? Да вы рехнулись тут все. Я знаю, что мне нет места в вашем мире. Мне стоит исчезнуть, чтобы не мешать людям. Мы с тобой разберемся, Роберт. А ты, Скейнер, уясни раз и навсегда. Тебе не стоит лезть туда, куда не надо. Это мое задание. Я сам решу, что делать. А ну выпустите меня, Роберт! Я же говорил, ты будешь жить! А ты, Антоха! Блин, да у срачки меня напугал. Я же думал, вы и правды вулка кушаете. Кто тут обижает моего Невера? Яйца откушу. О, господи. О, собака! Говорящая! Я знал! Я знал! Илья, зачем ты взял с собой Джека? Я слегка опоздал. А то были причины. Джек помог мне решить твои проблемы. А вы в меня не верили. Так это... Ты что, получается, Роберта спасший гол? Хе-хе! Иди сюда, обнимайся! Нас ждите. Роберт, наклонись ко мне. Берите уже свои реверсы. Расходитесь. Все кончено. Скиннер, картер, куда собрались? Вас ждет Алиса. Она хочет поговорить с вами. Кажется, у нее есть пара вопросов. Шестерка. Эй, 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 спокойно! Не стоит, Скиннер. Эй, останови его! Джек, стоять! Я же предупреждал! Яйца откушу! Я еще вернусь, Невер. Я отомщу тебе за все. Ты меня еще вспомнишь. Роберт, возьми этот ключ. Я знаю, что это. Ключ из нашего мира. Он ведь перестал работать, когда мы закрыли закулисью. Разве нет? Это так. С помощью ключа нельзя попасть в закулисье. Но объекты закулисья могут использовать ключ, чтобы переместиться куда пожелают. Я лично проверил. Ключ работает. Значит, я могу вообразить любое место и с помощью ключа переместиться? Да, Роберт, так и есть. Но я не могу представить такого места, ведь я гость в вашем мире. У меня есть фотографии твоего нового дома. Там ты никому не будешь мешать. Вот, держи. Агенты, расходитесь. Задание выполнено. Спасибо за помощь. Вы здесь больше не нужны. А я говорил, вы такие крутые спецагенты, и у вас не нашлось бы какой-нибудь приблуды. Да кто это поверит? Давай, черт дела, открывай ворота. Спасибо вам, друзья. Вы дали мне ключ ко второй жизни. О, ёкки-палки. Постой, Роберт, ты кое-что забыл. Хорошенько представь это место. За мельчайших деталей. Тогда точно сработает. Вот, книжку-то свою забери. Я же говорил, что отдам ее тебе. Черт дела. Столько раз ты упрощались, и все зазря. Я слишком стар, чтобы верить в чудеса. Но сегодня вы совершили для меня чудо. Сработало. Ладно. Прощай, чертила. Может, еще свидетельство. Я пойду с великаном. У тебя не получится. Только объекты могут перемещаться с помощью ключа. Так это... А где теперь его новый дом? Где он будет жить? Ему нашлось место в Эпсилоне. Он будет помогать нам. Теперь он станет советником. А как же я... Я, может, его навещать хочу? Сожалею, Данилыч. Тебе нельзя о нем знать. Ага. Эти ваши правила спецагентские. Я рад, что он хотя бы жив остался. И будет пользу людям приносить. Хоть и на этом спасибо. Извини. По-другому нельзя. Ладно. Давай. Доставай свою приблуду. Стирай мне память на хер. Опять эти сопли начались. Ну, ё-моё. Мы с тобой все равно останемся друзьями, Данилыч. Ты мужик мировой. Таких, как ты, на всем белом свете по пальцам сосчитать. Да херачу же. Блин, чё вы меня до слез доводите. Ё-моё. Погоди, Антух. А, это, библиотека будет у моего чертила? Конечно будет. Мы ему все удобства предоставим. А, ну тогда ладно. И представляете, я залетаю в поворот на огромной скорости, а там бабка в шоке. Но я дергаю ручник, окатываю ее из лужи с ног до головы и улетаю в закат. Вот это, конечно, дал я жару. Слушай, пацан. Это вы мне? Да-да, тебе. Я покупаю всю эту машину. Она не продается. Иди куда шел, мужик. Нет, ты меня не понял. Купив эту машину, ты совершил ошибку. Так что давай ты мне ее по-хорошему отдашь. Да не хочу я продавать машину. Я к ней уже привык. И вон, колеса на нее красивые поставил. По-плохому, значит, будешь? Давай так. Я даю тебе сто тысяч и забираю этот хлам. Какие сто? Мужик, ей цена двести. Двести я тебе отдам. Если ты в придачу к машине, ты будешь в багажнике лежать. Мозги мне не делай. Вот тебе сто тысяч. Ключи давай. Ладно, ладно. Только я сниму все, что на нее поставил. Ключи сюда, давай. Так бы сразу, ей-богу. Опа, Данилыч, а мы как раз тебя искали с Ильей. Антоха, ну ты как всегда вовремя. Ёк-макарек. Он что, на гитаре умеет играть? Так а ну тихо тут, молодежь. О, да. О, да. О, да. О, да. О, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дианочка, ну что ты несешь? Какие тысячи евро? Ну меня не маразм-то, я же их где возьму-то? Не отправлял я тебе ничего, елы-палы Ну пап, я же знаю, что это ты Хватит огнекивиться Ты нам очень помог, спасибо тебе большое Доча, да было бы за что, е-мое Надеюсь, ты там квартиру или машину не продал, чтобы деньги найти Доча, ну я же тебе говорю, я тут ни при чем Заладило тоже мне, блин Внука вылечил, ну и слава богу Я спокойно Буду Доча, я тебе перезвоню, погоди Изуродовали Испоганили ласточку мою Это че еще за ебанина такая? Это кто додумался моего Моего родненького жигуленка изуродовать? Ёшкин окон Кто это сделал? Да я найду вас, изверги сраные И заставлю эту поебенься в жопу засунуть Ё-моё Да шо ж такое-то А че? А может я нахрен все ставлю как есть? Как-то на молодежную башу Ё